Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь с вами встречаемся на программе «Вдохновение». И у нас в гостях Светлана Батурская. Здравствуйте, Светлана! Мы очень рады, что вы вновь посетили нашу студию. И сегодня мы с вами продолжаем разговор о вашем творчестве. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Анна Герман в какой-то мере повлияла на ваше творчество, на ваше исполнительство, на манеру исполнительства, на сочинение ваших песен. Есть ли кто еще из исполнителей, которые точно так же оказали на вас влияние, и, может быть, нравится их творчество? Ну, я бы еще, наверное, назвала Валентину Толкунову. Вот. Тоже одна из исполнительниц, которая мне нравилась. Часто ее песни пела мама моя. Вот. И особенно ее песня мне понравилась «Поговори со мной, мама». Вот. Потому что, когда я первый раз ее услышала в исполнении моей мамы, вот, я в то время делала уроки, и слышу, она на кухне поет. И я всегда любила, когда мама пела, потому что она всегда пела замечательные песни. И меня уже не хватало. На уроке я прибегала в кухню и говорю, «Мам, а что это за песня?» Она, вот такая песня красивая, доченька. Я говорю, «Давай я запишу слова, мам». И вот она напевала, я записывала слова, шла в комнату, и уже на гитаре я подбирала. Подбирала мотив, все, как она звучала. И вот одна из песен Валентины Толкуновой «Поговори со мной, мама». Когда я уже услышала в исполнении Валентины Толкуновой, я поняла, что эта женщина, эта исполнительница тоже чем-то очень близка мне, вот, по духу. То есть вот, и она осталась такой до конца для меня. То есть вот какой-то, наверное, может быть, оттенок чистоты какой-то, вот, неиспорченности какой-то. Вот для меня это очень ценно и очень важно. Вот, и песня, это осталось в моем репертуаре. Вообще, когда слушаешь эту песню, иногда даже накатываются слезы на голову. С каким трепетом, да, Толкунова тогда исполняла. Я вспоминаю просто, как она это делала. Может быть, вы сейчас сделаете нам подарок и нашим телезрителям, и мы вместе все послушаем эту песню. Я постараюсь. Давно ли песни ты мне пела, Над колыбелью наклонясь, Поговори со мною, мама, О чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой Мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, Того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою Вернуть безоблачную даль. Поговори со мною, мама, О чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой Мне снова детство подари. Минуты сказочные эти Навек оставлю в сердце я Дороже всех наград на свете Мне песня тихая твоя Поговори со мною, мама, О чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой Мне снова детство подари. Замечательное письмо. Спасибо вам большое, Светлана. А вот последние строки. До самой полночи, до самой, да? До звездной полночи. До звездной полночи, до самой. Бывают ли сейчас у вас в жизни Такие разговоры с мамой? Бывают. Правда, они редкие. Вот буквально в ближайшее время Я жду поездки домой. Но больше всего ее мама, конечно, ждет, Когда мы с ней созваниваемся. Она уже с таким нетерпением Доченька. Десять дней осталось. Уже так близко. И я понимаю, что чем старше Ты становишься, тем ты роднее. Вот как-то по молодости Я так не понимала, Насколько я люблю ее И насколько я нуждаюсь в ней. То есть как-то вот становясь старше, Я понимаю, что она мой тыл. Она моя опора. То есть она самый дорогой человек. Раньше я этого не понимала. Не ценила. Вот. А сейчас, когда я пою Эти песни вот о маме особенно, Я понимаю, что Я хочу успеть сделать еще Очень многое для нее. И где-то даже Попросить и прощения успеть. И как-то поддержать ее, ободрить. И молю Бога, чтобы он продлил дни ее жизни. Чтобы она могла еще порадоваться Мною и я ею. И чтобы мы могли еще Действительно на этой земле Побыть друг с другом. Мы желаем здоровья вашей маме. Благодарю. И конечно же, Светлана, мне бы хотелось Задать такой вопрос. Вот когда вы приняли свое сердце Христа, Когда вы приняли крещение, Что мама тогда вам говорила? Она радовалась с вами вместе? Она очень радовалась, потому что фактически Мама моя, она воспитывалась христианкой. У меня была очень набожная бабушка. Вот. И она, можно сказать, и днем, и ночью В посте и в молитве Она находилась в православном храме. У нас в Самарканде Очень много православных храмов. И она очень часто посещала церковь, Знала все праздники. То есть, когда мама родилась, Она фактически маму воспитывала В страхе Божьем. Несмотря на то, что это было Все запрещено тогда. И тем не менее, все-таки Как-то удивительно вера в бабушке моей. То, что она знала, Что только надо на Бога полагаться. И она шла, искала его там. Где ей было открыто. Вот. И, конечно же, как говорится, И мама с молоком матери впитала Любовь к Богу. И я уже, соответственно, Потому что я тоже родилась. И в меня вкладывали Любовь к Богу. Вот. Конечно, больше он уже мне Открылся уже в адвентийской церкви. Когда вы начали исследовать Писание. Да. Когда я уже пришла, Сама и меня познакомили со Словом Божиим. Хотя, может быть, Я его открывала немного раньше. Но я не поняла. Я открыла, может быть, Лет 18 мне было. У нас дома был Новый Завет. Я открыла. Прочитала. Родословно. И все. И, в общем, я говорю, мама... Вы сразу прочитали Весь Новый Завет? Или какой-то фрагмент? Нет. Вот фрагмент прочитала. И я поняла, что вот, Ну, наверное, Тогда, наверное, не время было. Что-то я так отложила. Говорю, мама, Я не понимаю. Не. Не хочу. Наверное, это не для меня. Вот. Я отложила. Ну, хотя я думаю, что и бабушка, наверное, и умирала с молитвой на устах за меня, за дочь свою, за маму мою, чтобы мы действительно были ближе к Богу. Вот. И Бог вел, непрестанно вел. И когда уже я вот пришла в адвентистскую церковь. Это тоже удивительный опыт обращения. Потому что... Скажите нам, пожалуйста. Я думаю, что мы все приходим к Богу удивительным путем. Вот. Для нас непостижимым. Мы жили в Самарканде. Буквально метров пятьдесят от моего дома. Мы жили в четырехэтажном доме на третьем этаже. Метров пятьдесят от нашего дома. Стали строить храм. И, соответственно, ну, любопытство разбирало нас, что же это строится. А мы, детвора, так нам... Мы всегда проводили время где-то на стройках. На стройках, да? Нам всегда интересно было это. Вот. Ну, нам говорили, что там мусульманский храм строят. Кто говорил православный, кто армянский. В общем... Ну, вы не знали, какой храм. В общем, мы не знали, какой храм. Ну, фактически, где-то мы и не интересовались. Нам нужно было набегаться. У нас свои интересы были, свои задумки какие-то. Вот. И потом однажды через одного брата Господь как-то стучался в мое сердце. У меня обычно всегда время было занято мое. То есть меня приглашали на какие-то мероприятия. Вот. Я бывало время и на свадьбах пела. Вот. И на каких-то юбилеях, на каких-то днях рождения. Активная, насыщенная жизнь. Активная, насыщенная жизнь. И я как бы далила людям. Мне самой нравилось петь. Я понимала, что людям нравится. И как бы вот это обоюдное желание, оно восполнялось. И я как-то однажды бегу, значит, это был август 98-го года. Бегу на очередное, значит, выступление. И встречаю человека, Женю. Мы были знакомы. Но мне на тот момент было года 23. А ему уже лет под 40. И вот он удивился, говорит, Светик, а куда ты бежишь? Я говорю, ой, Женя, бегу. Вот надо попеть, там день рождения. А он говорит, Светик, приходи в церковь. Там такие песни красивые поют. Ты под гитару бы пела песню. Я говорю, а в какую церковь, Жень? А он говорит, вот к адвентистам седьмого дня. Я говорю, к кому? Он говорит, к адвентистам. Вы тогда название, наверное, такого не слышали? Первый раз в жизни я услышала от него. И я, значит, так посмотрела на него. И говорю, слушай, Жень, ты иди, пожалуйста, своей дорогой. Я говорю, мы православные люди. У нас своя вера. Ты мне ничего не говори. И вообще я спешу. В общем, так я твердо сказала ему. Ну, мы разошлись. Я, значит, ушла своей дорогой, он своей. Но я понимаю, что у Бога все-таки свой путь. И буквально, наверное, полгода проходит. И опять меня Бог именно с ним. Это самое. Сталкивает, снова встречаетесь с ним. Мы снова встречаемся. Я опять бегу с гитарой. Он опять мне навстречу. И опять он мне говорит, ты знаешь, Свет, а была вот пятница, вот как сейчас помню. Потому что она мне почему запомнилась? Он говорит, ты знаешь, завтра в церкви крещение. Приходи, посмотришь. Я говорю, Жень, зачем мне надо? Меня крестили когда-то. А у самой вот что-то зацепилось. Что за крещение? Да, любопытно мне было. Думаешь, что люди будут креститься? Зачем? Как? Ну, мы же маленькие были. Нас крестили, да. Хотя мы и не помним, но мы уже принимаем это как факт, что уже было это. Он говорит, ты приходи и посмотришь своими глазами. Ну и вот мы распрощались, но меня эта мысль не покидала. И как-то меня мучила мысль, думаю, ну как я пойду? Ну кто я там? Там люди, наверное, уже друг друга знают как-то что-то. А мне как-то стеснительно. Незнакомая сообщество, да. Незнакомая сообщество, да. Хотя я вроде бы и общительный человек, но все равно где-то бывают моменты, когда я вот стесняюсь, мне неудобно. И вот в назначенное время в 12 часов он говорит, что будут стоять автобусы около церкви. Ну я, значит, так как партизан из-за угла выглядываю в 12 часов смотрю, точно стоят автобусы в назначенное время. А меня интересовал вопрос. Я очень люблю плавать. Я очень хорошо плаваю, я очень люблю воду. И я думаю, раз они едут на озера, то есть у меня был свой план. Пока они будут креститься, я буду купаться. А заодно постановить хочется, да? Вот. Ну в то время меня мысль вот это именно цепляла, то, что я искупаюсь. У нас жаркий регион, и вот как бы возможность есть искупаться. Вот. И, значит, меня что-то останавливало, то есть побежать не побежать, побежать не побежать. Один голос говорит, беги, другой говорит, стой. Один голос говорит, беги, другой стой. И вдруг в какой-то момент я чувствую, меня как подстегивает. Беги. И я забегаю в автобус, стою, как у зайца сердце дрожит. Но я стою в автобусе, думаю, если уж поеду, поеду. Но скажут, выйди, я выйду. Но мы поехали туда. Поехали туда, приезжаем на озера, выходят люди счастливые. Вот то, что меня привлекло, счастливые люди. И поразило, наверное. Да, поразило. Радостные люди. И вроде бы вот голос говорит, Свет, ну ты для чего приехал-то, иди купайся. А тут меня, значит, интерес такой, что смотрю, люди как-то, женщины с женщинами, как-то мужчины с мужчинами. И смотрю, они переоделись, красивые одежды белые, думаю, так интересно мне. И честно говоря, я уже и забыла. То есть та мысль, которая у меня постоянно звучала, что иди купайся, она как-то меня оставила. Да, исчезла. И я заинтересовалась полностью тем, что происходило. И вот они стали в ряд, зашел служитель в воду, и они стали заходить в воду по одному. И я смотрю, здесь, значит, рядом около воды образовалась небольшая группа людей, которые достали книги, как я потом уже поняла, сборники гимнов. Сборники псалмов. Псалмы Сиона, да, на тот момент. Ну и когда они запели, Светлана, я вот вам скажу, это все, это покорило мое сердце. И вот и простота, и одновременно что-то удивительное. Что-то то, чего я никогда не слышала. Я никогда не слышала. Я не понимала, что о Боге можно петь так просто. Вот. И мотив. То есть я вообще слухач в жизни, и у меня сразу как бы я на слух, я воспринимаю. И ноги меня сами понесли к той группе. Как я оказалась около них, я не помню. Я смотрю в ноты, нот не знаю. Сначала не сразу поняла, там между нот пишут, значит, слова. Подписывают слова. Я вроде еле разобрала, где же они поют слова. То есть слышу, что слова поют, а где поют, не пойму. Нашла слова. Стала по словам, значит, уже и слышу мотив, как они поют. И стала вместе с ними петь, как будто я всегда и пела. И на тот момент там стояли со мной две сестры. Оказалось, впоследствии я узнала мать и дочь. И вот со мной стояла дочка Наташа, а я же на слух-то воспринимаю, у нее был чудесный голос. Как я уже потом поняла, что у нее был сопрано. Чистый голос. Настолько звонкий. И я, значит, к ней прислушиваюсь и за ней пою. И так меня это, значит, поражает. А она тоже. Я теперь-то понимаю, что человек, когда поет, у него слух хороший. Она меня уже слышит, что я пою. Ну и, значит, так ближе ко мне. И уже чувствую, что она мне поет, как бы ведет меня голосом. Пропевает хорошо мотив. И я, значит, вместе с ней. И потихонечку, значит, она так меня обходит. И как бы я оказалась между мамой и дочкой. И они как-то так меня это приняли уже. И все вместе стали петь. И все вместе стали петь. Нас там было, ну, человек двадцать, не меньше. Вот. И я даже где-то подумала, мне даже эта мысль потом как-то я так вспоминала, и мне так становилось немножко так смешно, что я подумала, что думаю, ну, Светка, сейчас и тебя окрестят. Заодно что. Раз вы спелись уже, сейчас и как-то... Ну, почему-то мне захотелось вот в тот момент уже пережить вот это. Вот что-то удивительное. Но я еще не знала всей полноты. Я не понимала, зачем это нужно, что. Но вот то, как люди выходили оттуда, насколько они были счастливыми, радостными, благодарили. Вас это привлекло? Привлекло. И я уже в этот же вечер, я уже была в церкви, пришла посмотреть, как их приняли в члены церкви. Вот. И потихонечку началось уже мое становление там. Вообще удивительный случай, да, за короткий период времени, то есть одни мысли сменились совершенно другими, да, и в вашем сердце произошла перемена. Да. Буквально вот за то время, как вы проследовали на автобусе от места, где собирались, да, к месту крещения. Это здорово. Это здорово, да, слава Богу. Это здорово. А крещение вы приняли уже позже в церкви? Да, это где-то я была вот на том крещении где-то август был, и я, значит, стала посещать церковь, прихожу домой и говорю, мам, ты знаешь, вот я посещаю церковь. Для мамы это было счастье, вот, это было счастье, то, что тоже она где-то внутри… Она с радостью это понимала? Она с радостью воспринимала, потому что она понимала, что мне нужен Бог, потому что вот все-таки моя деятельность, она все-таки и таила искушения определенные, вот. То есть это участие в свадьбах, в праздниках, много исполнителей, много поклонников. Поклонников, и, соответственно, как говорится, вы знаете, что музыкантов никогда не обижать, и накрывали стол, а стол тоже имеет свои искушения, как бы, да. То есть, как говорится, кушайте, пейте, только пойте. Да. Вот, ну, как бы мы совмещали и пели, ну и пили, вот. И это, конечно же, не всегда было благоприятным. И то, что когда я уже пришла в церковь, это для мамы вот такой вот стимул был еще больше молиться, вот, еще больше, как бы, доверять Богу. И она пришла буквально следом за мной, когда я уже приходила восторженная после служения, рассказывала ей, что происходит, как происходит. И говорю, мам, давай в следующую субботу мы вместе с тобой пойдем, вот. Ну, так как она тоже, как бы, богобоязненная женщина, то ее уговаривать не надо было, вот. И она пришла вместе со мной, и уже в марте 99-го года, в марте месяца 6-го числа мы уже крестились вместе с ней. Это просто чудо о том, что вы рассказываете. Слава Богу. Я вспоминаю, в прошлой передаче вы говорили об Анне Герман. Да. Очень тепло отзывались о ее творчестве. В начале этой передачи мы опять упоминали об Анне Герман. Может, вы что-то споете из ее репертуара? Да, я могу спеть песню, наверное, спою «Надежду». Очень хорошо. Потому что эта песня меня очень вдохновляет. Я думаю, что она знакома многим нашим слушателям. Да, и телезрителям понравится. Телезрителям, да. Светит незнакомая звезда, Снова мы оторваны от дома, Снова между нами города, Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, Здесь у нас холодные рассветы, Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда – мой компас земной, А удача – награда за смелость. А песни недовольна одной, Чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека Многое теряется из виду. ПЕСНЯ 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 Замечательно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Светлана, вообще вот эта песня ведь стала визитной карточкой всего творчества Анны Германа. Да, именно так. А что надежда для вас? Что надежда вашей жизни обозначает, вашей судьбе, вашей творчестве? Что для вас надежда? Я думаю, что для меня надежда – это, наверное, самое определяющее ощущение внутри меня, то есть определяющее всю мою жизнь. То есть я понимаю, что, в принципе, без надежды смысла никакого нет. То есть я думаю, что мы все согласимся с тем, что надежда, она даёт силы жить. Даже когда кажется, что всё, вот нет никакого просвета, нет выхода никакого. И ты понимаешь, что если есть надежда, и как мы знаем, что надежда умирает последней… Да, есть такое выражение, да. Да, есть такое выражение, да. Я извиняюсь, некоторые говорят, надежда никогда не умирает. Да, да. И мы будем надеяться, что она никогда не умирает. Вот. И для меня надежда – это то, что меня окрыляет, что даёт мне силы жить, что даёт мне силы двигаться вперёд, что даёт мне силы отдавать людям то, что я имею. Вот. Потому что я понимаю, что тот дар, который я имею от Бога, он не принадлежит мне, и я обязана поделиться с ним. И вот надежда на то, что эти песни будут касаться сердец людей, они будут согревать их теплом, дарить им что-то особенное, вот именно надежда на это, она даёт мне силы жить. Вот у Елены Вайт я прочитала такие строки, как бы вы их прокомментировали. «Песня имеет чудесную силу, она смягчает грубые и дурные наклонности, развивает мышление, пробуждает сочувствие, воспитывает уравновешенность, отгоняет уныние и плохие предчувствия, парализующие волю и силы». А что песня в вашей жизни? Вот здесь написано «иметь чудесную силу». Вообще были ли такие случаи в вашей жизни, когда какая-то песня, может быть, услышанная, или, может быть, песня, которую вы сами сочинили, как-то повлияла на ход событий в вашей жизни? Я думаю, что на эти слова можно сказать только «да» и «аминь». То есть я понимаю, что вся полнота вот здесь раскрыта, потому что у меня в жизни бывает такое, что песня в первую очередь смягчает меня, потому что я, когда пою, я понимаю, что что-то удивительно небесное вливается в меня. Потому что когда я, например, отдаю диск свой, бывает такое, что у меня в машине последний диск, там, Светик, «ну отдай». Я говорю, ну уже у меня последний. Он говорит, а тебе зачем? Ты сама можешь петь. Тебе диск не надо. Вот ты сама под гитару пой. И я понимаю, что вот многие встречи у меня с людьми были, когда человек подходит после выступления и говорит, ты знаешь, Свет, вот ты, говорит, как про меня спела. То есть я понимаю, что песня – это жизнь. Вот это чья-то жизнь, вот положенная на музыку, переданная в словах. То есть это вот не просто что-то абстрактное. Вот это что-то такое реальное, что-то такое близкое, что-то пережитое изнутри, когда вот что-то рождается во мне, что-то рождается в другом человеке. То есть бывает такое, что я исполняю чью-то песню. И не то, что как бы я ее себе присваиваю, но я понимаю, что она проходит через меня, что она сживается со мной, потому что невозможно человеку передать что-то, не имея прежде всего это в самом себя, внутри себя. Поэтому, конечно же, нам, может быть, не все песни нравятся, и не все песни мы исполняем, или не все песни мы слушаем. Но есть что-то особенное, что вот так зацепит нас. И вот сколько было в жизни у меня таких ситуаций, когда люди подходят и говорят, Свет, ну прям как про меня. Где ты взяла эту песню, кто ее написал? То есть я понимаю, что насколько мы все похожи, насколько похожи наши радости, наши горести, и вот эти сопереживания внутренние наши. И я понимаю, что это благо для меня дарить людям песни. Светлана, наша передача подходит к концу, но я хочу задать последний вопрос, и он звучит так. Когда вы предстанете пред Господом, что вы ему скажете? Я так тебя люблю. Замечательный ответ. У вас в репертуаре есть песня, которая называется «Победа над смертью». И я бы хотела, чтобы наша передача сегодня закончилась именно этой песней, потому что она передает именно ту победу, которую вы имеете в жизни, победу, которую вы имеете в творчестве. И пусть победа над смертью будет у всех нас. Давайте будем смотреть на экран и прощаться с нашими телезрителями. Уже не слышно поступь прошлых лет Но смотрят в душу с грустью дни былые Ушли друзья, оставив белый свет Все молодые были, но седые Ответь мне смерть Где твою жало, ад? Где та победа, что Душу б закрыла в песне твоей? Бог воскрес, и утро настало, и для нас Реальностью стала жизнь в раю Где вечно не будет больше скорбей Никто не в силах будет удержать Те жизни заключенные в могилах Ты научил их, Боже, побеждать В тебе для битв грядущих черпать силу Ответь мне смерть Где твою жало, ад, где та победа, что Душу б закрыла в песне твоей? Бог воскрес, и утро настало, и для нас Реальностью стала жизнь в раю Где вечно не будет больше скорбей Ты призываешь ныне всех живых Всех тех, кого омыл святою кровью Уйти из клепа душ своих больных И поселиться рядышком с любовью Ответь мне смерть Где твою жало, ад, где та победа, что Душу б закрыла в песне твоей? Бог воскрес, и утро настало, и для нас Реальностью стала жизнь в раю Где вечно не будет больше скорбей Ответь мне смерть Где твою жало, ад? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!